Россия. Таджикистанцы утвердили срок в 14,5 лет особого режима. То есть это идея полностью? Да. За создание халифата? Да. Приписки для отчетности в Центральной Азии. В Таджикистане вводят единую школьную обувь. Военная коллегия Верховного Суда России рассмотрела 23 июля апелляционную жалобу гражданина Таджикистана Зикру Лохона Архмун Ходжаева, дважды осужденного в 2014 и 2018 годах по сфабрикованным уголовным делам по части 2 ст. 282.2, части 1 ст. 30 ст. 278, части 1 ст. 222, а также части 2 ст. 205.5. Суд принял решение оставить без изменения приговор в отношении гражданина Таджикистана. Отец троих детей, Рахмун Ходжаев, был задержан в 2012 году в Москве сотрудниками ФСБ по обвинению в участии в Международной Исламской Политической Партии Хизбут-Тахрир, после чего в 2014 году суд приговорил таджикистанца к 7 годам строгого режима. А в 2018 году в отношении отбывающего свой срок Рахмун Ходжаева сотрудники ФСБ сфабриковали новое уголовное дело по части 2 ст. 205.5 УК РФ, после чего суд приговорил его к итоговому сроку 14 годам и 6 месяцам уже в колонии особого режима. Корреспондент Хабархо связался с известным московским правозащитником Бахромом Хамроевым, который принимал участие в суде в качестве защитника Рахмун Ходжаева. И, естественно, Рахмун Ходжаев закрепил свою апелляцию, требовал уголовное дело закрыть и отправить на новое рассмотрение. Это с той позиции, чисто с точки зрения политического характера. На суде очень бодро выглядит, он передавал всем салам мусульманам, чтобы они сказали, верфь Аллаха крепко держитесь и два делайте. Рахмун Ходжаев сказал, что он не спрашивал извинения у следователя или у судей, он сказал, что я не виновный, мы не террористы. Сказал, если хотите, еще добавьте даже. Почему ты не отказался от этого? Я считаю, это правильно. То есть ты идеен полностью? Да. За создание халифата? Да. Напомним, что Рахмун Ходжаев признан политическим заключенным многими правозащитными организациями, в том числе правозащитным центром «Мемориал». Статистическое ведомство Таджикистана уточнило численность прибывающих в Республику туристов. Она в десятки раз меньше ранее обнародованных данных Комитетом по развитию туризма при правительстве Таджикистана, пишет издание «Азия плюс». По данным статистического ведомства Таджикистана, в первой половине текущего года страну посетили 604,2 тысячи иностранных граждан. Из них 524,8 тысячи человек по личным целям, в частности, это сотрудники международных организаций, бывшие граждане Таджикистана и другие, а количество туристов составило 23,7 тысячи человек. Перемечательным является то, что председатель Комитета по развитию туризма Нумон Абдугафор Зада, выступая перед депутатами Нижней Палаты Парламента в конце апреля текущего года, в своем отчете преувеличил цифру, сказав, за три месяца 2019 года в Республику прибыло 215 тысяч туристов, что по сравнению с этим же периодом 2017 года больше в один раз. Это хронический синдром у всех ведомств не только в Таджикистане, но и в целом в регионе. Так, например, майские события в Андижанской области, в Узбекистане, перед визитом президента Мерзияева в регион, местные власти заселили сотрудниц одной из фабрик в новой коттедже, под видом, что им со стороны государства было выделено бесплатное жилье для малоимущих, а после отъезда Мерзияева оказалось, что все это было постановкой для отчетности, и тут же этих жильцов выселили. Также накануне журналистам хроники Туркменистана стало известно о приписках в отчете по сбору пшеницы. В конце июня официальные СМИ объявили о сборе более 1 миллиона 600 тысяч тонн пшеницы, то есть больше 1,6 миллиона тонн, которые надлежало собрать по государственному плану. Но источники рассказали независимым журналистам, что в реальности вице-премьер доложил в аппарат президента о сборе 845 тысяч тонн зерна. Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид сообщил журналистам о планах ведомства запустить фабрику по производству детской обуви. Производственное предприятие будет действовать при техническом колледже страны. Нуриддин Саид мотивировал необходимость фабрики потребностями учащихся. Представьте, есть 2 миллиона учащихся, помимо студентов. Если посезонно каждый из них будет носить 3 пары обуви, необходимо порядка 8 миллионов пар обуви, а то и больше, пояснил он. Кроме того, министр считает, что новая фабрика будет способствовать импортозамещению. Мы считаем, что это правильное решение. К этому делу привлечены и наши отечественные бизнесмены. Соответственно, это и рабочие места, и отечественное производство, и поддержка предпринимателей, и доход в бюджет страны, а также это делается с целью импортозамещения, сказал он. Отметим, что в Таджикистане нет единой школьной формы, но школьники на протяжении нескольких лет одеваются в соответствии стандарту, установленному Миноборнауке. По требованию руководства общеобразовательных учреждений, родители вынуждены покупать одежду только у отечественных производителей, на которых указала администрация школы. Причем цены на школьную форму намного выше рыночных. Наблюдатели отмечают, что отныне родители школьников будут вынуждены покупать не только верхнюю одежду у так называемых отечественных предпринимателей, но и обувь, вполне вероятно, тоже по завышенной цене. Вперва аппарат, цена тоже включается в этот обувь и так далее. Это будет подороже, нам будет невыгодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова